Это очень болезненный, наболевший вопрос. У нас, почему у нас очень много стало разводов. Что касается, я в предыдущем выступлении, то есть в выступлении не договорил, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, выдавал старшую свою дочь, Зайна, за Абуль Аса, еще до того, пока Мухаммад, саллиллаху алейхи вассаляма, не получил пророчества, к нему подошел Абуль Ас и попросил у него дочь, замуж. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Ля афаалю хатта астаавинаха». То есть я не дам тебе ответ, пока я у нее не спрошу, сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Вот вам лучший пример. Вот здесь я хочу немного остановиться на этом вопросе. Что в Дагестане бывает? В Дагестане пока еще девчонка, еще девчонка, ее сватают. И когда сватают, ее мать, ее отец не говорят, «Этот человек еще ребенок». Это не слово. Это просто предварительная договоренность, которая может быть, а может не быть. Ребенку еще 13-14 лет, который еще ничто не осознает. Родители, дочери принимают ценные подарки, обмениваются зиаратами, подарками. Дело доходит до того, что они становятся заложниками этого материального. И когда девчонке становится 17-18 лет, она не может воспользоваться своим правом. Отец говорит, я дал слово, мое слово нарушить нельзя. Слушайте, вы не давайте таких слов. С 10-12 летнего возраста незачем давать эти слова. Скажите, иншаллах, когда девчонка будет способна согласиться или же не согласиться, тогда я могу дать слово. И не нужны никакие предварительные драгоценности, ценные вот эти подарки, которые вас чему-то потом будут обязывать. Во всеуслышание готовы об этом говорить. Какие подарки? Годами, что ли, нужно назад свататься? Сватаются и женятся. Прежде чем засватать, дочь должна дать согласие на это. Да, некоторые могут возразить, есть же у отца право, это право. В исключительных случаях отец имеет право выдать без спроса. Но пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, так выдал ли свою дочь замуж? В наших реалиях, даже в том случае, когда отец имеет такое право, я считаю, и многие алимы современные сегодня так считают, что отец не имеет права без полного разрешения одобрения дочери ее замуж выдавать. А вы выдавайте, вы же видите, что потом происходит. Потом разведенная, она вам не нужна. Слушайте, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, так дочь никогда не выдал замуж. И не становитесь рабами адатов. Не ущемляйте права друг друга, права своих дочерей, права своих сыновей. Даже когда сыну вы навязываете, вынуждаете сына сделать ваш выбор, поэтому ему приходится там, тут, потом искать или вторую тайную там, или потом бросает ее, где-то он теряется. Почему? Потому что его родители хотели ее заменять, а он не может им отказать. Даже с мальчиками так поступают у нас. Если это вы видите, вы же можете поговорить, пусть мать поговорит, пусть ее убедит, пусть она своим умом примет это решение. А вы подведите ее к этому решению, но не навязывайте. Если вы хотите, если вы думаете о будущем своей дочери, о будущем своего сына, о его семье, вы можете ему сказать, вы можете его предварительно поругать за его неправильный выбор. Вы обосновать должны, что то, что он хочет, это не принесет ему блага. Попросите его друга с ним поговорить, но жестко рубить и навязывать исключительно свое решение в этом вопросе, вы не имеете на это право. Вы тем самым оставляете большую проблему на потом, которая проявится в их семье. Спасибо. 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 Спасибо.